народ привет подоспела к нам еще одна партия посылочек долгожданных посылочек и сейчас с вами мы это дело строим смотрите-ка у нас здесь последнее время посылочки чуть-чуть крупнее приходит вы заметили это как раз таки дно так коробочка без опознавательных знаков смотрим что у нас здесь здесь у нас аппаратуру управления стримерами с пропорциональным управлением зарядочка ночничок и вот такой грузовичок смотрите капоту этой модели не открывается двери тоже но открывается задний ящичек в котором они взяли даже за еще на болт закрутили но это я считаю лишнее в мусор опа где скрывается наш аккумулятор аккумулятор не киркадмей всего лишь 400 махов всеми 2 вольта ну короче минут 10 наверно так моделька конечно называется по всякому нас на просторах интернета вот где-то она называется mz где-то она идет как просто советский грузовик но 12 масштаба вот этот грузовик у нас идет 16 масштабе и сейчас мы его с вами сравним по длине с нашим уже в пл-овским уралом тем более я в пл-овский урал также переделал под бортовой вот но он 18 масштаба и вот здесь реально видно соотношение то что этот побольше вот этот нормальный 16 масштаб сравнению с шишигой вот смотрите чтобы было понятно этот урал этот урал вот по длине я кстати и гляньте сделал одинаковые только чуть колеса маловато я уже колеса к нему кстати приготовил колеса будут новые побольше и вот так как это все-таки 18 убираем ставим 16 дела который напечатан на 3d принтере вот здесь уже нормальное соотношение вот так что убираем чем примечателен этот урал чем он отличается по ходовым характеристикам пока посмотрим потому что у него ходов практически нету в пл конечно больше надо будет поработать с рессорами вот потому что как попрыгушка вот но у него изначально коробка передач намного больше и стоит 380 мотор вот не без переделок без ничего рессоры кстати идут одним листом так что мы выкинем подложки пластмассовые и он будет ходить вообще классненько так что я вижу я вижу блокированные дифференциалы такая не у не сильно мягкая резина вот мосты размером как у джей джей rc но дифференциалы заблокированы это хорошо так дальше смотрим что у нас так можно включить его так замигал так что у нас закручено везде 34 включаем ага загорелась все фары потухли у этой модели фары светится только когда он едет вперед так ну что плавный газ вот тут уже чувствуется пропорциональное управление так немножечко обкатаем движочек но это я потом еще так проверяем значит руль по чуть-чуть пропорционально отлично просто сервочка хорошенькая может быть не сильно да нет нормальной по мощности нормальная серва вот единство что ничего мне не открывается он такой серый ну поменьше все-таки у него копийности чем vpl но у него более подходящий все таки размер вот что мы чуть-чуть запустим мой шустрый капец колесики у него маловато немножечко мне как зацепа будет не хватать но мы его немножко приподымем немножко сделаем чтобы он повыше был и тогда я думаю с проходимостью у него будет все нормально здесь мы выпилим стеклышки как у урала у настоящего но остальное в принципе уже посмотрим в процессе эксплуатации так ну с этой моделью что у нас еще борт открывается но как-то непонятно куда в обратную сторону как у самосвала так что вот такой вот уральчик у нас появился принципе можно и плавно трогаться так ну фар мы сделаем значит чтобы они светились у нас постоянно так будет красивей а сейчас выключаем и у нас еще одна посылочка имеется так это пока сюда для тестов отправим и вот такая вот у нас еще есть посылочка сейчас посмотрим что у коробка конечно наверно не влазит вот в объектив во весь стол посылка здесь немножко меньше было само содержимое а в коробочке у нас вот такой красавчик смотрите 14 масштаб самосвал самосвал от фирмы брудер вы на днях видели обзор скани у меня и та модель не моя я вам сразу сказал мне пришел вот такой вот грузовичок значит модернизация из игрушки в модель капот откидывается двери открываются детализация супер зеркала складываются вот такая вот модель кузов сделаем тоже чтобы открывался у нас сервы ну и переделаем всю подвеску сделаем его радиоуправляемым как вам такой поворот событий ставим лайки кому интересно и комментируем вот такой вот беглый обзор ждем тестов урала мой выпиловский урал уже будет на других колесах повыше побольше а mz будем его так называть будет весь стоковый и сравним ну все до новых встреч пока